Зимнее плавание можно отнести к экстремальным видам спорта, поскольку при температуре и воды, и воздуха всего 5 градусов тепла, только сильным духом человек отважится погрузиться в холодный бассейн под открытым февральским небом и проплыть необходимую дистанцию. Начальник управления по спорту Андрей Скилков, обращаясь к президенту федерации Владимиру Миронову, выразил надежду на то, что чемпионат края по зимнему плаванию отныне и впредь будет проводиться только в Анапе. У нас идеальные, прекрасные условия для развития именно этого вида спорта, который мы с вами все любим, который является гармоничным видом это плавание. Ну а сегодня вы, мужественные люди, присутствуете здесь, зайдете в эту теплую воду и покажете свои достижения. А для демонстрации своих достижений организаторы приготовили участникам соревнований обширную программу. Одиночные заплывы, смешанные эстафеты вольным стилем и брасом и даже марафонские заплывы. Большинству здесь ни медалей, ни кубков не надо, да и в холодной воде поплавать. Некоторые участники проплывали дистанцию не спеша, растягивая удовольствие, забыв и о секундомере, и о соперниках. Мы собрали здесь возраст от 17 лет до 80 лет любителей зимнего плавания, те, которые готовы побороться на этих голубых дорожках. Перспективы достаточно серьезные, потому что международные чемпионаты проводятся достаточно регулярно через два года. Плюс все больше и больше людей увлекаются не только моржеванием как таковым, но и соревнованиями. Среди участников много бывших пловцов, в прошлом профессионально занимающихся спортом. Потенциал, нереализованный в теплом бассейне, они с успехом выплескивают в холодном. Тем более, что в холодной воде, по мнению ученых, внутренние резервы организма помогают человеку преодолевать множество заболеваний, повышают иммунитет и настроение. Вадим Родин, Антон Чистяков, Анапа-регион.